Ну что дорогие друзья, всем огромный привет и добро пожаловать в новый новостной выпуск. На главное блюдо у нас сегодня первый трейлер GTA 6. Запивать все это мы будем релизом Mortal Kombat 12. Ну и на десертик оставим очередные новости от Atomic Heart. Загружайте свой королевский лайк, ну а я пошел за блюдами и всем приятного аппетита и приятного просмотра. Популярный инсайдер Том Хендерсон решил порассуждать на тему первого трейлера GTA 6 и потенциальной даты релиза самой игры. Для начала автор признался, что у него нет какой-то внутренней информации по этим вопросам, хотя пользователи сети постоянно задают ему их. Все его предположения основываются на анализе прошлых пример трейлеров серии и собственной логики. Хендерсон считает, что дебютный ролик игры покажут в последнюю неделю октября или первую неделю ноября этого года. Незадолго до отчета Take-Two за второй финансовый квартал 2024 года. При этом по мнению инсайдера в качестве релиза будет назван тоже 2024 год. Однако игру неизбежно отложат до 2025. Mortal Kombat 12 официально подтверждена. Релиз состоится уже в этом году. Следующей игрой NetherRealm Studios официально станет Mortal Kombat 12 и выйдет она уже в 2023 году. Издатель назвал Mortal Kombat 12 одной из своих ключевых игр в 2023 году, наряду с игрой Отряд Самоубийц, релиз которой запланирован на май. Невероятный успех продажи Sons of the Forest превысили 2 миллиона копий за 24 часа. Студия End Night Games объявила, что продажи Sons of the Forest за первые сутки после релиза в раннем доступе превысили 2 миллиона копий. Вместе с этим игра обновила свой рекорд по пиковому онлайну в Steam, более 411 тысяч игроков. Для сравнения, пиковый онлайн The Forest, вышедший 5 лет назад, составил 76 тысяч игроков в октябре 2022 года. В своем заявлении разработчики поблагодарили игроков, намекнув на новые обновления в ближайшие недели. Привет! Спасибо всем тем, кто присоединился к нам в раннем доступе Sons of the Forest. Мы продали больше 2 миллионов копий за первые 24 часа. И нам не терпится показать игрокам, что мы готовим на ближайшие недели. Команда End Night Геймерам выпала новая возможность забрать себе абсолютно бесплатно и навсегда сразу 3 игры. Одной из которых является знаменитый экшен Battlefield 2042. В новой бесплатной акции приняли участие следующие проекты. Battlefield 2042, Minecraft Dangerous и Codewain. Самой примечательной из новой подборки игрой является экшен Battlefield 2042 от создателя Electronic Arts и разработчиков DICE. Это последняя на данный момент часть серии Battlefield, действия которой происходят в недалеком будущем, а именно в 2042 году. В Battlefield 2042 игроки участвуют в матчах до 128 человек, по 64 участника с каждой стороны. В игре присутствует большой набор масштабных и реалистичных карт, а также различных режимов. Стоит отметить, что в Battlefield 2042 отсутствует одиночная кампания. Еще одной бесплатной игрой оказался ролевой экшен под названием Minecraft Dungeons. Она отличается от оригинального Minecraft, в которой игроки занимаются крафтом, созданием различных блоков и прочим. В Minecraft Dungeons геймеры исследуют различные сгенерированные карты, ищут сокровища, собирают лут, справляются с различными мобами и боссами, а также решают головоломки. Третьей бесплатной игрой из новой подборки является ролевой экшен Code Vein. Здесь игроки занимаются исследованием мира, добывают новое снаряжение и прокачивают собственного персонажа. В игре присутствует кооперативный режим. Стоит отметить, что все вышеперечисленные игры станут бесплатными для подписчиков сервиса PlayStation Plus Essential, бывший PlayStation Plus, в марте 2023 года. Забрать Battlefield 2042, Minecraft Dungeons и Code Vein можно будет с 7 марта по 3 апреля. Экшен Battlefield 2042 будет доступен для владельцев консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Игры Minecraft Dungeons и Code Vein в свою очередь смогут забрать лишь владельцы PlayStation 4. Студия Мант Фиш принесла официальные извинения всем покупателям шутера Atomic Heart, которых возмутила сцена из Ну Погоди. Речь идет о демонстрации статуи представителя африканского племени в 12 эпизоде мультфильма, впервые показанном на советских экранах в 1978 году. Эту серию можно посмотреть в игре. Статуи из нее приняли за российскую карикатуру. В заявлении разработчиков указано, что оскорбительная для западных игроков часть эпизода из мультфильма Ну Погоди будет отредактирована. Однако в какие сроки это произойдет, авторы игры не уточнили. Команда Мант Фиш благодарит издание ПК Геймер за то, что он указал на момент, к которому мы отнеслись недостаточно внимательно. Приносим извинения, если использовавшиеся нами классический мультфильм или музыка оскорбили или обидели кого-либо. Мы внесем изменения в моменты, о которых идет речь. Что ж, ну а на этом ужасном разочаровании нам пора заканчивать. Всем огромное спасибо за то, что вы посмотрели данный видеоматериал. Я надеюсь вам понравилось. Пишите в комментариях, как вам эти новости. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а мы увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok